Святый Боже Братья, встанем, помолимся Давайте потихоньку стоим Боже, милость и больная, грешная Боже, очисти нас грешных Боже, очисти нас грешных и помилуй нас Царю Небесный Утешителю души и стены И живи с детствой И все исполняет сокровище благих И жизни подателю Приди все веселы И очисти нас всякие скверны И спаси блажные души наши Отец Небесный, Господь Святый Молим Тебе именем Господа нашего Иисуса Христа Благослови нашу беседу, занятия с чадами Помоги, Господи, чтобы когда они войдут во взрослый возраст Коснулась их вера Твоя, сердец их Помоги, Господи, им все уразуметь И не только слушать, чем они сейчас занимаются Но исполнять Даруй, Господи, чтобы эта вера, слова, описание Твое Помогли начать им трудиться на небе благовестия И тем прославить имя Твое Святое Даруй, Господи, нам быть истинным примером Для чад, всех чад Вселенной И самим учиться у Тебя, Господи Творца, у ног Твоих Слава Тебе за все, Отец, Сын и Святой Дух Аминь Садимся Занятия у нас проходят по Святой Библии Это Библия необычная, видите Крест на ней стоит Православный Маленькая такая, видите, Святой Анзлатоуст Вот это вот Сейчас брат покажет Вот это маленькая газета Алтайская миссия Вот такая газетка Это ее клише Прежде чем печатать газету Видите, как я ее делаю Тут все картинки, все можно прочитать Вот так она выглядит Вот уроки о воспитании Как раз о детях Была такая закладка у меня В типографию ходили Вот это Библия необычная очень Она православная Библия Библия книги Священного Писания Верхового и Нового Завета В русском переводе С приложениями Очень много приложений Четвертое издание Теперь, видите, тут внизу написано Брюссель, 1989 год А почему Брюссель? Интересно, да? В Бельгии Там стоит самая большая машина Зверь Масоны там правят бал Оттуда идут Все распоряжения Как правильно закабалить всех Истинно верующих Чипы поставить Когда, где Чтобы мы перестали веровать Истину в Бога Все стоит И в то же время Там выпустили Самую полную Библию Здесь Есть такие места В этой Библии Которых нет Даже у нас Православная Библия Но это православная Видите? 77 книг С дополнениями Католики Блаженный Иероним Стридонский Выпустил книгу Вульгатта Называется Народная книга Вульгатта Слышали? Народная книга Народная Библия Вот как Гитлер Выпустил народный Автомобиль Вольсваген Народный автомобиль Называется Вольс Это народ А ваген Это Ну Салон Перемест Самопередвижная Автомобиль Народный И вот так же Выпустил Народную Библию Почему? Очень дешевая была Библия И мы Занимаемся По Библии Вот именно этой Она благословленная Все А нам помогает Еще Нам помогает Пересказ Библии Библия Пересказанная Детям старшего возраста Мы по ней Проходим Занятия Ее Составили Вот Петербург 1992 Год Тут предисловие Мы это не будем Ничего читать И вот Ветхий Завет Мы проходим Остановились мы На Третьей главе Книга Исход Называется она Моисеев Фараон Сейчас мы Сначала Прочитаем Чтобы не заснуть А потом Беседовать У меня очки Специальные Чтобы можно было Одновременно глаза Лечить Видите Я на кого похож На стрекозу Как раз Сегодня будем Про насекомых После того Моисей и Арон Предстали пред Лицо фараона И сказали ему Так говорит Господь Бог Израилев Отпусти народ Мой Чтобы он совершил Праздник Мне в пустыне До этого Моисей Увидел Терновый куст Который не сгорал Давно мы с вами Проходили это уже Но я думаю Что вы помните Это в пустыне Когда он пас Овец Когда убежал От фараона И Господь ему Сказал Пойти В землю Я тебе ставлю Ты будешь Как Богом Для людей Которых Будешь выводить Из этой земли Потому что Вопль народа Моего Дошел до меня Вопль народа Еврейского Молитва такая Тяжелых работ Непомерного гнета От египтян Ну тем более Там и детей убивали Маленьких Помните Моисей Бросили Кто помнит Об этом Хорошо Слава Богу Аллилуйя И вот теперь Продолжается Это повествование И Господь говорит Пойди к фараону И он Он не отпустит народ А ты все равно Будешь К нему ходить Это для того Чтобы показать Славу мою Перед всей вселенной И вот как она Будет проявляться Дальше Сейчас мы читаем В пересказе Но фараон сказал Кто такой Господь Чтобы я послушался Голоса его И отпустил Сынов Израиля Я не знаю Господа И Израиля Не отпущу Это мы читаем В пятой главе Уже первый Второй стих Вот у нас Сегодняшний мир Такой же Не знают Господа И вот ваши Учителя Которые вас Учат Вы должны Все хорошо знать Что они Господа Практически Большинстве Своем Не знают И у вас Такое же Положение Сейчас Как у Моисея Саароном И всего Израильского Народа Вы как будто В плену У этого Воспитания Мира Лучше Конечно Всех тем Которые еще Не пошли В школу Ну а те Кто пошел Из вашей школы Все трудности Ваши Я знаю Потому что Я учился В этой школе Мирской Я даже Еще Вы не пошли В какой-нибудь Класс Я уже знаю Что там Как на вас Кто будет смотреть Вчера Вы разговаривали С одной сестрой Которая учится Она говорит Никого нету В классе Ни одного Мальчика Который был бы Нормальный А девочка Только одна Слушает Но это тоже Не в радость Потому что Эту девочку Из-за нее Жить гонят Потому что Она с ней дружит И у вас У всех Такое Должно быть И это Очень Прекрасное Состояние Господь Это весьма Хорошо Потому что Написано Да и все Желающие Жить благочестиво Во Христе Иисусе Будут Гонимы И вас тоже Должны Гнать Это Обязан Мир Гнать Когда Христос Не пошел На праздник Братья ему говорят А ты что на праздник Не пошел Ну иди Покажи там чудеса И весь народ Уверует Что ты чудотворец Потому что Говорит Братья не веровали В него Он говорит Вы Говорит Идите на этот праздник А мое время Еще не пришло А вам вообще Никогда Время нет Потому что Вы Такие же Мир вас гнать Не будет Мир будет Гнать меня И все таки Он пошел На этот праздник И вы попали В эту школу У вас сколько Сейчас Кто не учится Тарасин не учится Да Подготовишки И ты тоже Подготовишки Да Остальные все Учатся Леонида На каком В каком классе Во втором Во втором Ну и у кого Друзья то есть Такие хорошие Друзья У кого есть В классе Которые слушают Когда вы Говорите о Боге Да По одному Человеку Или больше По одному Два у тебя Даже три Даже три Ничего себе Как ты Или ты мало Говоришь Об Аде Об Аде Они знают Что Ад есть Нет Знают И все таки Дружат с тобой Это хорошо Это хорошо Страх Божий Придите Чадо Послушайте меня Страху Господню Научу вас И вот вы Для этих Ваших друзей Будете Как воспитатели Как отцы Матери Если будете Учить их Страху Господню Откуда он Рождается Страх Господня От того Что вы правильно Говорите О Господе А у нас Что есть Божья любовь Божья милость И Страх Божий И первая Премудрость стоит Даже не о любви Бога рассказать А о страхе Какой Бог грозный Ну и милостивый Жи какой Как ни странно Вот Ну Подобное Слетается К подобным Себе Сейчас вот Как раз Весна И вот Девушки Там Женщины Ходят То как Уже Разделись Уже все А когда Показываешь Фотографии То людям Больше нравится Как одеты Вы Ну как Наши сестры Одеты В платочках Вот так С серьезными Лицами Ну Весь мир Тянется Именно Вот к таким Девицам Раздетым А не одетым А почему А потому что Совесть есть у людей У многих еще И только поэтому Еще не убивают Христиан Что совесть есть Понимают Что мы неправы Мы неправильно Живем Но сознаться В этом Никто не сможет А для того Чтобы они Сознались В этом И предстали Предгостом В покаянии Мы изучаем Слово Божие Поэтому И Моисей К фараону Идет Чтоб фараон Наконец-то Совесть свою Открыл Но мы увидим Фараон Совесть не Сможет Открыть Его Господь Не пугает Да А потом Дальше Закончится Все Очень Плачевно И для него И для всей Страны Египетской И вот Что было Дальше Прочитаем И фараон Стал Упрекать Моисея Арома В том Что они Отваживают Народ От работы И решил Заставить Евреев Работать Еще Больше Чтобы они Как он Сказал Не занимались Пустыми Речами Тут у нас Идет Пересказ Но Пересказ Очень добротный Хороший Пересказ Ну Побыстрее Чтобы пройти Чтобы остановиться На самых важных Местах И вот Этой Работой Всегда Заставляют Работать И работать Это хорошо И Господь Дал закон Работать И вы знаете Как потеряет И работается В лагере Трудовом Нашем Православном Мы работаем И работаем Непонятно Даже для многих То есть Подъем Произошел В 5 часов И теперь Уже в 6 Уже в 6 Работают Уже дети Кому скажи Скажут Да вы как Издеваетесь Над детьми Это что такое Но зато Потом Как завтракается Кто помнит Как завтракается Ну Скажи Пару слов Хорошо тебе завтракается Там дают Первое Второе Да еще Компот А иногда Даже бывает Четвертое Я тоже С утра Люблю работать Вечером Я уже сплю Поэтому Вот с утра И вот с самого раннего утра И допоздна Они этот Кирпич Месили Делали Глину Солому Везде И потом еще Строили Евреи были строителями Когда-то Сейчас Это уже не видно Сейчас они все Ювелиры На золото Перекрасились Почему Потому что Нету Истинного Вопля К Господу А вот Трудиться Это хорошо Но много Так трудиться Что даже Не было Места Для одного дня Который бы Посвящался Господу Не было Понимаете Не было Вот этого дня Отдохновения Для души Вот как сейчас У нас сейчас Воскресение Мы празднуем Воскресение Для нас сейчас Для всех Христос Воскрес Вот крест После этого Будет воскресение Христос Воскресший Сейчас И проповеди Идут об этом Хоть и пост идет А Христос Воскрес А пост это для нас Прообраз Чтобы мы не были Похотливы на злое Чтобы мы могли Вспомнить О том Что мы христиане Да у нас крест здесь Мы Спасаемся Смертью Христовой Рождаемся Когда Идет Троекратное Погружение В воду И выныриваем Опять Погреваемся Опять Выныриваем Это рождение идет Это первое Духовное рождение Смерть была уже Одна у Адама И мы все умерли И теперь Духовное рождение Рождение свыше Вы все Крещенные Троекратным погружением По смыслу Вы все Родились свыше Кто понимает Что такое Слово Божие Скажите мне Кто может сказать Так Сейчас уберем Давай Скажи Что такое Слово Божие Слово Божие Это исполнять Заповеди Не согрешать Против Бога Исполнять Заповеди А исполнять Заповеди Это Что такое Для нас Это наша Жизнь Слово Божие Это наша Жизнь Слово Божие Это Иисус Христос Вот это Вы должны Знать Вот это Должно Войти В ваше Сердце Что Вот это Слово Божие Это Сам Господь И то Что мы Сейчас Читаем Гуковки Вот это Разбираем Все Это Только Для того Чтобы Вы могли Другим Людям Рассказать Об этом Чтобы они Так же Полюбили Слово Божие А Слово Божие Должно быть У вас Прям напечатано На сердце Вот такая Должна быть Любовь Вы должны Знать Все Истории Какие есть В Библии Для чего Чтобы с этим Примером Назидаться Самим И Назидать Других А у нас Еще Жития Святых Есть Которых Мы очень Мало Касаемся А здесь В Библии Есть у нас Еще не Канонические Книги Которые Рассказывают О любви К Господу И так же О предательстве Господа И так же О том Как люди Враждовались Богом И кто Победил Кто победил Господь И будет Придет Самый страшный Зверюга И зверюг Сатана В образе Человека Это Антихрист И уже Все это При дверях Это вы Дети Последнего Поколения Вы уже Лучше Нас Знаете Эти компьютеры Ну во всяком Случа Будете Лучше Нас Знать Это точно Уже А компьютер Это чип И вот В этой самой Бельгии В этом Брюсселе Находятся Вот эти Фабрики Которые Эти чипы Уже Изготавливают Чтобы на Правое Чело Или на Лоб Поставить Этот Знак Три шестерки По вашей Доброй воле И вот Сейчас Вы слушаете Слова Знаете Что ждет Нас Вот эти казни Которые Сейчас Уготовил Будет Господь Насылать На египетский Народ И он говорит Так Праздны Вы Праздны Поэтому и Говорите Пойдем Принесем Жертву Господу И сказал Фараон Надзирателям Еврейским Которые Следили За работами Чтобы Они Еще Больше Обременили Народ Еврейский Надзиратели Когда Вышли От Фараона Встретились С ожидающими Моисеями Аромами Сказали Давидит И судит Давидит И судит Вам Господь За то Что вы Сделали Нас Ненавистными В глазах Творона И рабов Его И дали Меч Руки Чтобы Убить Нас И обратился Моисей Господь И сказал Господи Для чего Ты Подвергнул Такому Бедствию Народ Сей И Для чего Послал Меня Ибо С того Времени Как Я Пришел К Фараону И Стал Говорить Именем Твоим Он Начал Хуже Поступать С Народом Сим Избав Ты Избавить Ты Не Избавил Народа Книга Искоб 5 глава 21-23 Стихи Видите Какой Моисея Моисея Называют Кратчайшим Хоть Он Захватывал Целые Народы И Истреблял Нечестивцев А его Называют Кратчайшим Почему Пред Господом Он Кратчайшим Кто из вас Любит Молиться Ну Только Правду Говорите Ну Поднимите Руки Кто Любит Молиться Почему То Я так И думал Все Пускайте Почему То Я так И думал Я Вчера С этими Братовьями Очень Долго Беседовал Заходите Быстрее Заходите Мы Ветки Завет Изучаем Присоединяйтесь К нам Присоединяйтесь К нам Братья Дорогие Сестры Закройте Дверь Вчера С братьями Разговаривал Знаете Что Что Было Что Было Младший Вчера При мне При старшем Брате Ударил По лицу Своего Старшего Брата Это Это В какие Рамки Лезет Вот Вы Сейчас Вот Все Мы Тут Кто Собрались Мы Еврейский Народ Новый Еврейский Народ Новый Мы Даже Выше Того Народа Уже Еврейского Почему Потому Что Мы Из Язычников Собраны Господом Мы Должны Быть Мы Должны Показывать Примеры Самим Евреем И мы Так И делаем Сейчас Показываем И что Такое Что Мы Видим У Мусульман И то Там Почитается Старший А здесь Ну да Растешь Ты еще Немножко Десять Лет И потом Что ты Мене Залепишь Тому Тому Кто Рассказывает Тебе О Христе О Господе И Желает Всей Душой Чтоб Ты Родился Свыше Стал Настоящим Христианином И Так Мог Потом Чадом Другим Рассказывать О Христе Ты Никогда Не будешь Так Рассказывать Почему Потому Что Какое Это Воспитание Ну Ладно Старший Хоть Не Ответил Слава Теб Господи Уже Видать Что То есть У него Все Так Воспитание Идет Вы Должны Друг Друг Относиться С Нежностью В Почтении Друг Друг Предупреждать Как Говорит Нам Слово Божие Особенно Братья К Сестрам И Старшие Младшие К Старшие К Младшим И Младшие И Старшие Должны Почитать А для Того Чтобы Не Было Это Пустологией И Болтословием Вы Должны Не Только Слушать Здесь На Занятиях Но И Сами Должны Научаться Чему Читать Слово Божие Задавать Вопросы Вот От вас Редко Я вопросы Слышу Вот Вы Не Задаете Вопросы Ну Во-первых Конечно Много Разъясняется Может быть А во-вторых Я думаю Что Это От рождения Свыше Вот Тот Кто Родился Свыше Сразу Очень Много Вопросов Почему Он Хочет Спасти Душу Свою Он Очень Хочет Восхитить Царство Небесное Восхитить То есть Взять Преодолеть Вот эту Стену Стена Очень Огромная Этот мир Который Перед вами Лежит Сейчас Такой Стеной Вы Еще будете Некоторые Учиться Лет Десять А может И больше В этих Учебных Заведениях Эта школа Еще Цветочки Пойдет А потом Вам уже будет По 18 И Может Больше лет Вы попадете В рассадник Разврата Институты Особенно Медицинские Всякие Там Юноши Девушки Все Поперепутано Вы понимаете Как вы должны Себя Блюсти Там Друзья Уже На другом Уровне Будут Совсем Вы должны Любить Учиться И стараться Учиться Возрастать В слое Божьем От веры В веру Написано Возрастайте У вас Сейчас Вера Еще Мала Но Господь Сказал Про это С горчичное Зернышко Была Эта вера И разрослась В огромное Дерево В ветвях Которого Укрывались Птицы Небесные И даже Самые Наимудрейшие Будут идти К вам Укрываться В этих ветвях Почему Потому что Это дерево Это вера От Бога А какое Такое дерево Вырастет Огромное С кем Вы будете Говорить Профессора Будут Прислушиваться Как Прислушивались Книжники И фарисеи Ко Христу Когда он В 13-ти летнем Возрасте В храме Отвечал Им на вопросы Спрашивал Их написано И отвечал Но не лез Со своими речами Наркотики Он там нашел Или еще что-то Забудь об этом И О чем попало Болтайте Вот о чем Не надо Говорить Говорите Спрашивал И отвечал Ты должен Вопрос уметь Задать Хороший вопрос Который Тебя интересует Действительно Ничего попало И ответить Когда тебя спросят Я вот Спрашиваю Отрока Младшего Ничего не отвечает Сидит Бычком Редко-редко То шапку крутит То еще что-нибудь Так, братья Все Занятия прошли Но у нас Короткие они Может быть Не очень емкие Итак Мы остановились На том Как казнем Все подходит Так мы до казни Не дошли Поблагодарим Господа Слава Тебя творит За великую милость Что даровал нам Встретиться Сегодня В это прекрасное Вутро Воскресенье Твоего Дары нам Господи Пламенной молитве Тебе Об обращении Душ наших Родных Близких Кто не познал Тебя Господи Даруй Чадом Молитвы Даруй Господи Послушание Смирение Предсловом Твое Даруй Господи Чтобы все старшие Здесь находящиеся Искренне Православные Христиане Были примером Благочестивой жизни Для всех Чад Вселенной И для наших Спасибо Господи И Томил Слава Тебе Это все Отец Сыны Святой Дух Аминь Спаси Христос Слава Тебе Не забиваем Не толкаться Кланец А коленки Не сгибайте Кланки На коленке Делай Слава Тебе Слава Тебе Честующим И дубующих Стражающих Деньенных О спасении Господу Помолимся Господи Помилуй Господи Помилуй Сохрани Божие Твое Благодать Господи Помилуй Продолжение следует... Продолжение следует...